Здравствуйте! Проблемы обустройства репатриантов в Крыму. Обсудим без обана. Залазили на вагоны. Мама начала сильно хохотать. Папа, давай ее успокаивать. Около 200 тысяч искалеченных судеб. Именно такое количество крымских татар было подвергнуто сталинским репрессиям. Не дав времени осознать происходящее, людей вывозили в вагонах-теплушках в Узбекистан, меньше в Казахстан и Таджикистан. Первый судьбоносный шаг в восстановлении справедливости был сделан в ноябре 1989-го. Верховный Совет СССР указом признал депортацию незаконной и преступной. Однако надежда на счастливую старость появилась лишь спустя два с половиной десятилетия. Президент России своим указом реабилитировал крымских татар, немцев и греков. В Крыму и Севастополе приготовились на огромные деньги обустраивать людям достойную жизнь. Как предки, только не едет, а живет в вагоне школьный учитель биологии Судака Лилия Балбекова. На камеру общается крайне неохотно, предпочитая молчать о своей проблеме. Зимой она снимает квартиру, летом возвращается в металлическое жилище, которое наотрез отказалось нам показывать. Живет педагог где-то здесь. Это район пляжа в бухте Капсель по соседству с арт-кластером Таврида, который горожане прозвали Медвежонком, по аналогии с недостроенным пансионатом. Натурально железный металлический вагон. Да, железный, без отопления, электричества. В Судаке 88 очередников из числа репатриантов. Одно из жилищ крымской татарки, 92-летней, Эдая Узаковой, было выдано в Солнечной долине. Однако, ее жизнь на склоне лет не озарилась яркими лучами. Мы нашли квартиру в старой пятиэтажке, обратившись в местный сельский совет. Она располагается на последнем этаже, в аккурат под протекающей крышей. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это же 15-го квартира. При продаже нам объяснили, что квартиру дали очень неудобную, потому что у нас была пятый этаж. Бабушке это было очень тяжело. Это новое хозяева жилища, приобретенного для женщины на вторичном рынке. Они живут здесь от безысходности, латая трещины на стенах. Здесь очень проблемные дома, об этом уже снимали репортажи, показывали по телевидению. Тут течет крыша. Мы ее ремонтирули сами, но это недолговечно оказалось. Казалось бы, блажь получить квартиру и продать ее, но вы с легкостью избавитесь от крамольных мыслей, познакомившись с 92-летней Деузаковой. Тяжелый труд, опять же, на железной дороге, потом в прачечной. Покойный муж узнал о получении жилья в украинские годы, но обещание превратилось в обман. Не выдержав шока, мужчина умер на следующий день. Очень просто узнала свою родину. Это настоящая родина. Крым. В Судаке к человеческим трагедиям относятся с чуткостью, но классическая бендеровская формула приобретает местную трактовку. Утром деньги, вечером стройки. Вот он, тот самый дом в Судаке, возводимый в рамках федеральной целевой программы, сдача в эксплуатацию которого с нетерпением ожидают люди. Проблема этого дома классическая для Крыма. Фантомный подрядчик. Компания получила контракт, однако его не выполнила. Один из дней попросту покинув место работы. О том, что здесь когда-то кипела стройка, сейчас напоминает лишь вот эта замершая стрела подъемного крана. Люди, как обычно, остались не у дел, а не с нетерпением ожидают 2023 года. Именно тогда вот это жилище обещают наконец достроить уже с новым добросовестным подрядчиком. Сейчас ведется корректировка проекта, планируется завершение корректировки весной этого года. И после корректировки проекта Советом министров будет определен добросовестный подрядчик. Еще в 2017 году на строительство жилья для репатриантов выделили 100 миллионов рублей. 16 муниципальных образований активно подключились к аукционам. Для того, чтобы понять, что в этой затянувшейся песне не все ноты грустные, мы обращаем слух и взор на север Крыма. Армянск – передовик выдачи жилья репатрианта. О своих правах на квартиры, которые в полном объеме закупаются на вторичном рынке из-за того, что людей меньше, заявило 18 семей из города. Потребности большинства были удовлетворены за год. В 2019 году городской округ Армянск получил дополнительную субсидию. Сейчас законность получения жилья в Армянске сумела доказать еще одна семья. На севере Крыма, по заверениям представителей администрации, на выданные ключи никто не смотрел пренебрежительно. У нас был один случай, единственное, который выразил недовольство, получив жилье на девятом этаже. Но, тем не менее, все было улажено. Одна из тех, кому язык не поворачивается сказать «повезло» – Зинаида Топчиева. Так женщину зовут по паспорту. Родители назвали ее Зикия. По дороге в Узбекистан мать и отец двухлетней девочки потеряли документы. Зикия Зинаида попала в детдом. В Крыму по возвращении больше 10 лет с двумя уже собственными детьми ютилась в общежитии. Ой, ну я не верила даже. Да. Ну, слава Богу. Хоть на старости мне спокойно, тепло. Сейчас жилье 79-летняя. Зинаида делит с внучкой восьмиклассницы. В Крыму с нетерпением ждут получения квартир более 6500 таких, как она. Делается очень много. Но, безусловно, еще нужно делать, делать и делать и делать. Потому что те годы, они просто были годами только деклараций. Десятилетий потерянного времени не вернешь. С момента издания президентом исторического указа прошло уже не полных 7 лет. По злой иронии, это как бы погоду на каждую тысячу ожидающих торжества справедливости в полном смысле. Добрый вечер. Мы посмотрели репортаж. Может быть, с чем-то вы не согласитесь, что-то добавите свое. Хотелось бы от каждого мне услышать тезисно, почему эти проблемы есть сегодня. Альберт Усманович, давайте с вас начнем. Наверное, начать надо с того указа, о котором была информация в этом сюжете. Указа еще президента Советского Союза, которое дало возможность людям возвращаться на историческую свою родину. И в результате этого массового возвращения в Крыму образовывались места компактного проживания на пустом месте, в палатках, в землянках. И, естественно, эти места компактного проживания наряду с развитой инфраструктурой существующих населенных пунктов было крайне, скажем так, в удручающем состоянии. Ни дорог, ни воды, ни света. Ничего, ничего, ничего. И все это необходимо было для большого количества людей создавать. И вот, конечно, больше 30 лет прошло. Какая-то работа, безусловно, проводилась, как сказал Ефим Зисович в коротком своем интервью. Но декларативные вопросы все равно они преобладали. И вот после 2014 года, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, в августе 2014 года постановлением правительства Российской Федерации было издано постановление 790, которое утвердило федеральную целевую программу. И в этой программе по развитию Крыма и города Севастополя. И в этой программе вот как раз таки направление номер 8 касается исключительно обустройства МЕКС компактного проживания. Я думаю, это отправная точка, которая дала сегодня существенный толчок, существенное развитие этих поселков. И сегодня там есть о чем говорить. Есть уже созданные инфраструктурные объекты. Очень много создаются, еще запланировано, потому что, насколько я знаю, данная программа продлена до 2025 года. Иван Аристович, Вы как считаете, какие Вы видите проблемы, скажем так, острые в местах компактных проживаниях? Вы знаете, вот показаны были два сюжета, и отрицательные, и позитивные. И вот глядя на это, понимаешь, что накопившиеся проблемы, как правильно сказал Ефим Зисич, делать, делать, еще делать, да. И где-то есть вот такие вот моменты, когда недобросовестный подрядчик взял объект, мы все радовались, когда он строился. Мы, как депутаты, везде рекламировали строительство этого дома и других многоквартирных домов. И люди, конечно, в надежде ждали. Но вот что делать с такими нерадивыми, скажем, застройщиками, подрядчиками? Конечно же, есть проблема. А проблема какая? Претензиозная работа, она ведется годами. То есть мы живем в правовом поле. Соответственно, все те законы, которые и указ президента о реабилитации, да, самый первый в апреле месяце 2014 года. Затем наш субъектовый закон о социальной поддержке реабилитированных жертв политических репрессий, где тоже все указано, все как бы в норме работает. То есть вся основа и истекающие из этого все остальные действия у нас на законодательном уровне приняты. А соответственно, когда мы окунаемся уже, как говорится, в быт, да, и в быту уже, в мелочах появляются вот эти все проблемы, еще состоят все великие дела, которые мы вершим в Крыму у нас. Ну, мы будем возвращаться на протяжении программы еще детально. Энвер Айдерович, расскажите, какая ситуация у вас в Бахчестраевском районе? Ну, ситуация, она может, в общем, в Республике Крым и Бахчестраевские районы, проблемы одни и те же. Люди живут в разных условиях. Понятно, что нужно обустраивать как места компактного проживания, так и другие населенные пункты, которые есть в частности в Бахчестраевском районе. Но я здесь хотел бы отметить то, что сегодня, ну, государство чуть шире подходит к решению проблем. Если раньше мы говорили только об одной программе, там, об устройстве департаментных граждан, да, там в Украине называлось, то сегодня у нас, ну, программа не связана с одним декларативным документом. Сегодня есть федеральная целевая программа, республиканская адресная целевая программа, разные другие национальные проекты, которые дают возможность многогранно подходить к решению проблемы. И это важная составляющая. Я, как представитель Министерства строительства, хотел бы прокомментировать сюжет относительно дома 70-го квартирного в Судаке. То есть конкретный случай. Да, конкретный случай. Хотелось бы отметить несколько проблем, которые повлияли, да, на сложившуюся проблемную ситуацию. Отчасти, действительно, вот коллеги отметили, это недопросовестное исполнение обязательств подрядчикам, да, Центр пожарной безопасности выполнял работу на этом объекте, с которым контракт расторгнут. Но наряду с этой проблемой у нас на момент реализации этого мероприятия, на начало реализации этого мероприятия, было не совсем здравое ценообразование, да. Да, стоимость строительства, да, конкретно квадратного метра бюджетного стройки никак не коррелировалась с рыночной стоимостью. И на сегодняшний день большая работа Министерством строительства республики проведена, да. Проведены конституционные штатные мероприятия, структура службы заказчика, застройщика изменена. То есть двинулась с мертвой точки. Да, очень сильно, да. Поднялись, увеличили стоимость строительства, и на сегодняшний день как раз-таки проектная документация по этому объекту актуализирована, находится в государственной экспертизе. И мы в этом году выйдем из экспертизы, мы заключим здравый контракт с нормальной стоимостью, и этот объект будет реализован однозначно. Пока что по плану графику действительно вот в сюжете было сказано о том, что в 2023 году мы будем стараться максимально ускорить стройку, будем просить Министерство экономического жидкости РФ, чтобы попробовать сдвинуть денежные средства ближе, и будем стараться в конце 2022 года все-таки реализовать этот объект. Уважаемые телезрители, мы традиционно запускаем онлайн-голосование и предлагаем вам присоединиться к нашей беседе и ответить на вопрос. Удалось ли крымским татарам обустроиться на родине? Я напомню, голосование бесплатное, принимайте, пожалуйста, активное участие, в итоге наши программы подведем и обсудим результат. Ну вот, все-таки, уважаемые гости, какие проблемы вот сейчас являются, скажем так, какие проблемы существуют, которые необходимо решить в таком срочном порядке? Какие-то объекты вы можете назвать и все-таки что делается? Ну, несколько слов скажу. Если говорить об инженерных объектах, то есть дороги, электрические, газовые сети, водопроводные сети, канализация, то, конечно, они охватывают сразу большой массив, большое количество людей, но люди сегодня стоят в очереди, сегодня стоят в очереди на улучшение жилищных условий. И таких по состоянию на 1 января 2021 года 3509 человек. 3509 человек. Это 3509 семей, которые ожидают своей очереди для улучшения жилищных условий. Вот 72-квартирный дом в Судаке, 72-квартирный дом в Джанкое, 72-квартирный дом в Феодосии. Те, которые, к сожалению, по многим-многим причинам сегодня не строятся, а находятся в таком запустении. Мы ждем, когда откорректируется смета, когда определится новый подрядчик, когда приступят к работе, когда будут выделены ассигнования и так далее. А люди ждут, они ждут годами. У нас сегодня целая масса заявлений, обращений в наш адрес, в адрес главы республики, в адрес председателя Совета Министров, о том, что я стою с 1998 года в очереди, я стою с 2006 года в очереди и так далее. К сожалению, жизнь идет, люди взрослеют, стареют, к сожалению, умирают. И есть такие случаи, когда тот или иной очередник, или, может быть, заявитель, не доживает до того счастливого случая, как бабушку показали. Этой бабушке, наверное, действительно повезло. Она хоть на старости лет нашла свой угол, как говорится, обрела кровь. Конечно, хочется, чтобы таких случаев было больше. Чтобы таких случаев как можно меньше утрат у нас было, и как можно быстрыми темпами мы наращивали это производство. Карлиан Геннадьевич, поделитесь информацией, сколько было в прошлом году заложено средств на благоустройство мест компактного проживания, и сколько у нас в этом году? 190. Да, 190 миллионов было в 2020 году, и почти 2,8 миллиарда будет запланировано к реализации в этом году. Вот такой вот скачок серьезный. В прошлом году у нас был, по большому счету, застойный год, застойный год связан с коронавирусом, с мобилизацией в бюджет для решения проблем этого коронавируса со всех-всех-всех программ, но ФЦП здесь как бы не участвует, но в ФЦП у нас есть проблемы с недобросовестными исполнителями. Что касается строительства домов, значит, я хотел отметить, что уже к концу 2022 года 13 домов будет завершено, введено в эксплуатацию, и в 2023 году еще 5 объектов. То есть в этом году один дом уже будет введен в эксплуатацию. Уже мои гости с нами на прямой связи сейчас в эти минуты Евпатория. Там работает Тарас Брезицкий, наш корреспондент. Тарас, селям, аликум, расскажите, как добрались, и все-таки, насколько мне известно, самая острая проблема в этом микрорайоне – это именно отсутствие дорог. Так ли это? Аликум, селям, здравствуйте, добрый вечер. Да, мы сейчас в Евпатории, в районе Исмаил-Би. Если позволите, вкратце для исторической справки, что это за район. Люди возвращались из депортации в начале 90-х годов, после того самого исторического указа, приехали в Евпаторию, попросили землю для проживания у городской власти, но ее не оказалось. И в итоге, благодаря своей воле, благодаря своему энтузиазму и характеру, они начали жить здесь. Но, разумеется, обустройство началось уже в российском Крыму. Сейчас мы находимся на одной из улиц, и совершенно справедливо сказали о том, что дороги являются одной из важнейших проблем. Посмотрите, пожалуйста, на эту картину, которая за моей спиной разворачивается. Попрошу оператора показать. Эта улица носит название дважды Героя Советского Союза Амедхан Султана. И, опять же, благодаря просто злой какой-то иронии судьбы, она сейчас в таком состоянии, спичерена ухабами, ямами, лужами. И всему виной тот самый нерадивый подрядчик, о которых уже звучала неоднократная информация, который не выполнил контрактные обязательства. В целом, в районе Исмаил-Бей живет порядка 7 тысяч людей. И в проблемах, в полном спектре проблем и достижений нам расскажет Эльдар Ибрагимов. Эльдар Ибрагимов – это депутат Евпаторийского городского совета. До интервью он уже сказал нам о том, что мечтой жителей микрорайона Исмаил-Бей является то, чтобы дороги были асфальтированы тотально. Скажите, пожалуйста, когда дороги наконец-то будут уже заасфальтированы? Добрый день. Сейчас заключен в конце декабря этого года, прошлого года, заключен контракт на строительство, достройку дорог второго этапа. Также мы ждем дофинансирования строительства дорог третьего этапа. Сейчас ведется городом Евпатории также кадастрирование и с дальнейшим проектированием абсолютно всех дорог микрорайона Исмаил-Бей. Эльдар Ильич, тоже говорили мы с вами уже о том, что существует здесь, уже есть и достижения, разумеется, есть и плюсы. Здесь появляются школы, детские сады, уже построен один модульный детский сад. Как все должно быть в идеале, когда все работы уже будут закончены? В идеале мы наш микрорайон видим со школой на 480 мест, два детских сада основательных, капитальных. В этом году уже планируется строительство этой школы на 480 мест, детского сада. Как вы сказали, уже детский сад модульный уже построен в этом году. Значит, в этом же году планируется у нас строительство сквера в микрорайоне Исмаил-Бей. Это по теме общественных территорий. Значит, строятся детские спортивные площадки в микрорайоне Исмаил-Бей. Ну, государство уделяет особое внимание за эти 6 лет, которые прошли. Мы увидели это на себе, как почувствовали. И надо быть справедливым, видеть эти все преобразования. Однако вот эти подрядчики, которые бы, они бы, если бы начали бы сейчас строительство физическое, приступили бы к физическому строительству, мы бы были бы благодарны и рады бы этому. Спасибо вам большое за ответ, Эльдар Перверович. Пожелаем людям добросовестных подрядчиков. Будем надеяться на то, что все здесь построится, благоустроится уже в ближайшее время. Как видим, работа по самым разным направлениям кипит. И еще раз пожелаем людям, чтобы их многолетние страдания наконец компенсировались, и они жили уже в комфортных условиях, тех условиях, которых они достойны. Спасибо, студия. Тарас Сагул у нас. Ну, действительно, картина знакомая. Мы часто бываем в этом микрорайоне и видим все проблемы. Жанна Госте, есть комментарии? Я хочу дополнить депутата, который сегодня был у нас в эфире, что в этом году после завершения строительства и водоэксплуатации третьего этапа устройства дорог в массиве Смолубей, то инженерной инфраструктурой этот массив будет охвачен практически 100%. Практически 100%. У нас там сегодня в полной мере электрифицировано все, в полной мере газифицировано. Дороги будут завершены в этом году. Третий этап в протяженности 5,8 километра по дорогам. И останется только две серьезные проблемы. Это незаконченное строительство детского сада, незаконченное строительство школы на территории этого места компактного проживания. То есть образцовое место будет, получается так? Я очень надеюсь, что, как сказал Карлин Геннадьевич в своем интервью, что будут предприниматься попытки сдвижки, ускорения процесса строительства по незавершенным объектам. И в 2023 году, я не думаю, что в 2024 году мы будем тянуть этот вопрос, в 2023 году мы должны увидеть Смолубей во всей красе. Здесь можно дополнить часть вопроса дорог. Все-таки проблема, она более шире. Если мы говорим о 2020 году в Бахшесарайском районе, то на места обустройства компактного проживания Комсултатар нам направили порядка 20 миллионов рублей. То в этом году общая сумма финансирования, общая районная составляет 260 миллионов, то на места компактного проживания она уйдет в районе 80-100 миллионов. Ну вот кратко, в Смолубейском районе как обстоит ситуация с дорогами? Ну, я думаю, что она общекрымская группа. Она не будет отличаться кардинально от общекрымской. Да, мы понятно, что мы в прошлом году кардинально поменяли сеть республиканских дороги. Основные 5 республиканских дорог свыше 1 миллиарда рублей были выделены и капитально отремонтированы. Теперь мы должны пойти в сельские дороги, в национальных пунктах решить проблему. Но вы назвали большие суммы, они вот на сколько изменить ситуацию? Ну, цифры действительно... Они уже изменили. И здесь, что очень важно, что в этом году будет единый подрядчик по всей республике Крым. За каждым регионом будет закреплен. Это устранит проблему, наверное, недобросоверного подрядчика. Да, действительно, для республики Крым особые условия созданы. Внесены изменения в 44-й федеральный закон, дополненные частями 66-67 ст. 112, по которому заказчики республиканские в рамках федеральной целевой программы иных программ могут осуществлять выбор поставщика услуг в качестве единственного поставщика. Это добавляет определенную возможность все-таки осуществлять выбор качественных подрядных организаций. В результате выбора поставщиков услуг у нас исключается демпинг неких подрядных организаций. Ранее как практиковалось, да, там участвовали несколько компаний. И, к сожалению, система так налажена была, что выиграл тот, который предлагал наименьшую стоимость. Выходя на площадку, как из практики, да, вот расскажу, приезжают, условно говоря, два человека с какого-нибудь далекого субъекта Российской Федерации, у которых ни людских, ни технических ресурсов на территории Крыма не развернуто. Но они выиграли. Да, два человека с тоненькой папочкой, условно говоря, абсолютно без технической возможности осуществлять стройку. В надежде на то, что они здесь арендуют технику, найдут людей и начнут строительство. Но накладные расходы, с которыми они в ходе реализации мероприятий сталкиваются, приводят к тому, что они становятся недобросовестными поставщиками, вне зависимости от того, насколько качественно они проводили работы на той территории, откуда они приехали, условно. Но на сегодняшний день все-таки эта проблема устранена. На примере вот школы, да, Ismail Bay, которая у нас проблемная. Мы в августе прошлого года заключили контракт на корректировку проектной документации. Уже в середине второго квартала люди увидят уже развернутые мероприятия по стройке этой школы. Мы отправили нашу съемочную группу в микрорайон Хошкель в Симферополе. Давайте послушаем, что говорят люди. Садик. Сроки ввода в эксплуатацию были, то ли декабрь 17-го, то ли декабрь 18-го до сих пор не введен. Детей не принимают. То есть дети, которые были записаны в очередь, уже успели пойти в школу. В садик они не поступили. Все нормально, газ есть, все есть. Все отлично. У нас главная проблема сейчас с водой. У нас уже 4-5 дней воды нету, вообще ни капли. Как бы район населенный, все семейные, дети. Ну и с транспортом немножко тоже наладить. Иногда, вот видите, люди сколько стоят времени. Особенно по выходным тяжело уехать. Вот этот вот перекресток, который практически никак не регулируется. Во-первых, даже в ближайшие несколько месяцев тут были очень аварии, во-первых, и пара смертей было. Хотелось бы, чтобы с этим что-то сделали. Дороги в нашем месте проживания не очень хорошие. Оставляю желать лучшего. Можно посмотреть вот здесь вот перед моей машиной, перед... Вообще возле каждого двора такое. Мы стараемся что-то делать сами, но оно все выбивается. Главная проблема – ямы. Ну сейчас воды нету, ремонтируют. Дороги надо делать. Ни дорог, ни воды нету. Как ее можно еще описывать? Просто пройдитесь и посмотрите. Ну вот, как мы услышали, жалуются люди на ряд проблем, в том числе и на нехватку мест в дошкольных учреждениях. В учреждениях, Иван Арестович, вот мы знаем, что депутаты традиционно выезжают на места. Вот какое решение видите вы? Вот, допустим, это и проблемы по местам именно в дошкольных учреждениях. Да, все мы знаем проблематику за местами в дошкольных учреждениях. Она, опять же, имеет такое наследие, которое мы знаем, оставленное нам. И сначала, когда мы только вошли, скажем, в российский период, сколько было очередников? Это было большое количество, порядка 25-30 тысяч. Но, соответственно, идет ротация, люди приезжают, опять же, демография расширяется, соответственно, рождаются новые дети, и не хватает мест. Что для этого надо делать? Государство применяет все способы для того, чтобы построить где-то модульные стадии, где-то отремонтировать, где-то выделить землю, новые капитальные строить. Соответственно, за эти годы мы реализовали порядка 27 тысяч мест дошкольных образований. Это большая цифра, если так взять, да, за такой короткий период обеспечить. И, получается, нам еще немного надо добить, а немного это почти такая же цифра, да, строить, строить и строить. Это происходит, потому что я, как депутат Судахско-Кировского округа, я тоже контролирую там эти вопросы, контролирую, как в плане того, идет стройка, не идет стройка, да. И также есть уже построенные даже садики, но, опять же, на последнем этапе недобросовестный подрядчик пропал, и сейчас идет корректировка и достройка, в частности, в Старом Крыму. Но есть и позитивные, соответственно, модульные садики, которые выделены деньги, быстро воздвигаются и рядом со школами, рядом с другими садиками на их же территории обеспечиваются местами. И, соответственно, в Крыму, вот мы сейчас смотрели Хошки-Льды, там же вот недалеко в Белом, да, садик, вроде бы он построен, опять же, там какие-то нужные, опять там 30 миллионов или сколько, для того, чтобы закончить, вы продолжите, расскажите. По поводу воды, полностью согласен по этому репортажу, воды не было, но хочу отметить, Симферопольский район, почему я сам тоже проживаю там в селе Акрополе, Акрополе с Трудовского сельского совета, воду возили на машинах неделю, почему? Потому что меняли водопровод, там 12 километров, 4 поменяли, километра, и вот переподключали нас к другому источнику. Карлин Геннадьевич. Что касается детских, дошкольных, оправдательных учреждений, значит, в рамках федеральной целепрограммы у нас предусмотрено строительство 68 детских садов, из которых 29 уже завершены, введены в эксплуатацию, в том числе детский сад в микророне Хошки-Льды. Каков статус этого детского сада? Действительно, объект завершен строительством полностью, введен в эксплуатацию, то есть получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время осуществляется передача имущества в муниципальную собственность для целей организации образовательной деятельности. То есть в ближайшее время Министерство образования организует там учебный процесс. Совсем недавно мы там были в связи с совещанием, город докладывал, что полностью укомплектованы штатами данные дошкольные учреждения. Я еще хотел добавить, в местах компактного проживания сегодня реализуется семь дошкольных учебных образований общей емкостью почти 1600 мест. Вот одни Хошки-Льды уже реализованы, сданы. В 2020 году мы очень надеемся, что, или нет, в 2021 году, микрорайон Луговое, Симферополь, Симферопольский район, Бахчисарай, Судак, Неласиев, Яны Мале, Евпатория, опять-таки, о котором мы уже говорили, дошкольных учреждений. Но 69 дошкольных учреждений, которые в целом создаются на территории Крыма, уже многие-многие введены в эксплуатацию, ими тоже пользуются люди, проживающие в местах компактного проживания. Мы начали говорить о школах. В декабре, я напомню, в интервью нашему телеканалу глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о том, что планируется строительство школ с крымско-татарским языком обучения в Симферополе, в Симферопольском районе, Исмаил Бей, также у нас Бахчисарай. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется в этом направлении? У нас есть действительно школа в Бахчисарай. Она точно так в этом году будет возобновлена к стройке. У нас в марте месяце уже получено будет положительное заключение достаточной стоимости, и строительство начнется уже край в апреле месяце. Инвер Айда Ирович, есть ли проблемы в Бахчисарайском районе именно с нехваткой места именно в школах, с крымско-татарским языком? Я, может быть, чуть-чуть с садиком вернусь. Мы все говорим о проблемах, что подрядчики не достроил, где-то не завершил, там проблема ввода в эксплуатацию. В Бахчисарайском районе, если мы говорим в прошлый год, мы ввели в эксплуатацию капитальных объектов только два. Это в шестом микрорайоне города Бахчисарая и в селе Песчаное. Два модульных детских сада завершены строительством. Железнодорожное поселение, Голубинское поселение. В этом году, в седьмом микрорайоне уже начали завершение строительства города Бахчисарая. То есть он в этом году должен завершен быть строительством, будет введен 250 мест. По нацпроекту в шестом микрорайоне еще один детский сад в этом году планируется, проект в экспертизе. То есть мы планируем, что он тоже будет начать строительством. То есть объекты, которые реализуются, они были реализованы часть в 2020 году, часть будет реализована в 2021 году. То, что касается школы, да, действительно проблема уже давнешняя. Еще в 2016 году был заключен контракт с подрядчиком. Опять же, проблема ценообразования по объекту. Для сравнения, строительство детского сада Бахчисарая контракт был на 230 миллионов, ну, я без копеек, и школа на 250 миллионов. Понимаем, что школа в три раза больше объекта, чем детский сад. То есть неправильное ценообразование привело к тому, что объект практически два-три года стоял без строительства. Ну, надеемся, что в этом году... Я хочу добавить, что проблема существует, но она разрешается. Она решается и... Она разрешается. Плюс к тем школам, которые уже функционируют в Крыму, с кронстантским языком воспитания, образования. Сегодня вот начинается продолжение, вот, как Павел Геннадьевич, Бахчисарая начнется в этом году, завершение строительства. Исмаил Беи начнется завершение строительства. И те школы, которые планируются, в частности, я знаю, что в Судаке тоже есть желание заложить эту школу с национальным языком образования, это все будет поступательно разрешаться. Я не вижу проблем. У нас сегодня есть населенные пункты в Крыму, которых преобладающее население, это ранее депортированные граждане крымско-татарской национальности. А школа не с крымско-татарским языком образования. Почему? Потому что родители каким-то непонятным образом выбирают язык обручения для своих детей не крымско-татарский, не родной. Вы начали комментировать, вопрос к вам. Какая работа сегодня ведется по сохранению, развитию крымско-татарского? Ну, если говорить о работе, которую проводит сегодня комитет, это в первую очередь публикация, издание газет, журналов на родных языках. Это федеральная программа по изданию литературы на родных языках. В прошлом году у нас было 30 книг, издано медиа-центром Мини-Гаспринского нашим подвесным предприятием, в том числе на родных языках. И на болгарском, и на немецком, и на крымско-татарском. Это вот ваша работа. А вот все-таки, может быть, как мотивировать крымчан, мотивировать и учить родной язык крымско-татарский? Мы все знаем, что без языка нет будущего. Без языка нет нации. Поэтому здесь главенствующую роль, безусловно, должны на себя взять родители, которые должны быть патриотичны в этом отношении. Но, безусловно, власть не должна стоять в стороне, стимулирующие законодательство, стимулирующие какие-то меры предпринимать для того, чтобы развивались языки всех проживающих на территории Крыма. А давайте посмотрим, как сохраняют свою культуру, традиции, обычаи, язык крымские татары, которые проживают в Санкт-Петербурге. Задача нашей организации как раз состоит в том, чтобы объединить крымский татар на культурологической основе и этнической самоидентификации. В 80-е годы прошлого столетия Санкт-Петербург принял около 2000 ранее депортированных крымских татар, в основном высококвалифицированных и их семьи. В ожидании реализации программы по расселению крымских татар 90-го года питерские крымские татары как бы замерли и затем растворились в мегаполисе. В Санкт-Петербурге проживает более 5000 крымских татар. Как мы знаем, для сохранения в полной мере национальной культуры и обычаев все-таки необходимы компактные проживания. Да, конечно, может быть не в каждой семье, но соблюдаются традиции, и чтут обычаи, и общаются на родном языке. А национальная кофейная церемония при встрече гостей – это обязательно. Но все-таки мы понимаем, что крымские татары живут по всему миру. Давайте послушаем, что нам рассказали наши соотечественники из Казахстана. В Казахстане сегодня проживает более 2000 человек. В 90-х годах это активное было возвращение на родину. Сейчас более-менее стабильная цифра. Проводятся такие вот праздники, активно причем участвуют все крымские татары в них. Это Ораза Байрам, это Курбан Байрам, это Хадарлес. Культурный центр-то, в общем-то, и создан был для того, чтобы сохранить обычаи и традиции. Мы участвуем в мероприятиях от Ассамблей народа Казахстана на различных фестивалях. Стараемся поддерживать спортивный образ жизни. То есть ежегодно у нас приурочена акция ко дню крымско-татарского флага. Это обязательный поход в горы. В нашем центре на данный момент существует воскресная школа, в котором изучают крымско-татарские и казахские языки. Помимо этого у нас проводятся мастер-классы по приготовлению крымско-татарских национальных блюд, вышивки. А также девушек обучают сохранению семейных ценностей и проведение таких национальных обрядов, как хнаги-джессы. Наши детки танцуют красивые танцы. Выступаем с этими ансамблями на всех мероприятиях. На Кадрлезе, на День единства, на Наврез. Ну, короче, все национальные праздники нашего Крыма и Казахстана. Вот такая атмосфера. Альберт Лусланович, в начале нашей программы вы сказали о том, что на данном этапе более трех тысяч семей находятся в очереди. Вот у меня такой вопрос. Вот если человек уже, допустим, за этот период пока ждет, уже сумел приобрести свои заветные квадратные метры, он выбывает из очереди? Вот как ликвидирует очередность? Ну, это не метод ликвидации очередности. Дело в том, что законодатель предусматривает, если человек уже решил вопрос жилищный, улучшил свои жилищные условия, то ли приобрел, то ли использовал маткапитал, то ли получил наследство, то ли еще что-то, то, естественно, его с этой очереди будут исключать, потому что потребности ему в улучшении жилищных условий уходят. Масло масляное не бывает, хотя, может быть, это не совсем точное определение. Да, в таком случае очередь сокращается за счет решения жилищной проблемы самим очередником, за счет переезда в другой регион, за счет, к сожалению, вот то, что я говорил, смерти человека, эта очередь сокращается. Но это не панацея, это не цель сократить очередь таким образом. Цель сократить очередь, предоставить гражданам, которые имеют право жилищное условие, улучшить их жилищное условие проживания. — Уважаемый гость, давайте обсудим газификацию, Иван Алистович. Вот какие проблемы есть в этой части? — Проблемы есть всегда и в этой части в том числе. Газификация, конечно же, как мы понимаем, что Россия — это та страна, где добывается газ, и, конечно же, все бы хотели иметь голубое топливо у себя в домах. И на этот счет выделяются большие средства. Я могу даже на примере Судака сказать, вот мы в Солнечной долине вводили в эксплуатацию газ, он обошелся не по той сумме, которая необходима была, а в три раза дороже. И, тем не менее, государство на это идет, потому что людям необходимо, несмотря на какие-то трудности, провести газ. Что касается мест компактного проживания, скажем, в Судаке, в районе Сууксу был дан газ. Тоже были сложности, казалось бы, там трубу проложили, осталось там только подключить ее, и опять же, какой-то подрядчик, где-то что-то не сделано, все решилось. Ну, как бы, я живу в таком районе, тоже в месте компактного проживания, где мы ждем газ. Это село Акрополис. Опять же, есть в проекте мы, должны были бы проект пройти в том году, но будем проходить в этом году. Понятно, все люди нормально подтянули пояса, как бы, и ждут. Если есть какие-то, я знаю, я тоже этот вопрос его контролирую, потому что я же там тоже живу, и не только потому, что я, потому что люди обращаются, так как говорят, ты там имеешь информацию, дай ее, и у нас, как бы, общая там группа. Как это ни странно звучит, или не удивительно звучит, то уровень газификации мест компактного проживания сегодня составляет 85%. Это один из высоких показателей. Чуть больше это водоснабжение, чуть больше это электрообеспечение. Вот, а газоснабжение у нас сегодня на третьем месте по... Ну, в Большесарайском районе, если брать 14 мест компактного проживания, 100% они все газификации равны. У вас сегодня в Переговом пустили Голубое Докриво. Ну, один из населенных пунктов, да, который сегодня... А где еще вот нет газа? Ну, у нас остались села Голубинского и Зеленовского Совета. Что по ним? Есть информация? По ним перспектива того, что, ну, там необходима реконструкция основного газопровода, то есть оно в программе тоже, опять же, есть. 22-й год планируется работа по переустройству газопроводной сети. Я житель Белогорского района, и этот весь регион, в связи со своим, наверное, расположением на территории Крыма до 11-го года вообще не имел природного топлива в виде газа. Вот в 11-м году была запущена ГРС, и была возможность запитать одну котельную в городе Белогорске на Голубое топливо. Сегодня там ведется интенсивно газификация уже домовладений. И я очень надеюсь, что те усилия, которые сегодня руководство республики прикладывает в части газификации, через 2-3 года Белогорский район тоже будет закрыт по газификации. Да, вот хотел бы поделиться еще положительной информацией о том, что вот в 21-м году, я вот уже сказал, что в поселке Акрополис будет завершено газоснабжение, в поселке Осред Судаке, микрорайоне Алчак, восточное шоссе Судака и микрорайоне Челнокова. А уже завершены на сегодняшний день и введены в эксплуатацию это разведящее сети газоснабжения села Оленевка, поселка Молодежность Симферопольского района, Белая-4, Айкован, Белая-6 и Сууксу. Это уже введенный, я сейчас назвал. А в 21-м Акрополис, Осред, Алчак и Челнокова. 38 километров газораспределительных сетей планируется в 2021 году ввести эксплуатацию. А давайте послушаем, что нам пишут в наших социальных сетях. Ситуацию мониторит Эльмас Аблакимова. Селям Аликом, она с нами на прямой связи. Эльмас, вам слово. Аликом Селям, здравствуйте. Но действительно, ситуацию мониторим и традиционно, прежде чем перейти к самым острым вопросам, озвучу результаты голосования в Instagram Stories. 75% подписчиков считают, крымским татарам удалось обустроиться на родине. Ну а теперь переходим к вопросам. Их задавали в основном анонимно, но вот по двум темам писали в комментариях. Позволю себе озвучить комментарий из ВКонтакте. Его оставила наша телезрительница Венера. Говорит, она и еще 50 семей живут без электричества. Речь идет о микрорайоне Луговое-2. Это в Симферополе. И сразу второй вопрос. Вопрос из Facebook. Наша подписчица Эльвина живет в поселке Ешельдах. До недавнего времени в поселке не было дорог, воды и газа. Журналисты нашего телеканала освещали проблематику этого поселка. После сюжета починили дорогу. Но вот вопрос газификации и водобеспечения все еще остро на повестке дня. Уважаемые гости, как обстоят дела с решением данной проблемы? И скажите, когда удастся это решить? Дискуссия была у нас. Обращаются к нам по поводу в Луговом. Нет электричества, какая есть информация. Ешельдах там и нет дорог, воды, газа. Кто прокомментирует? Буквально на прошлой неделе мы были в Луговом выездным совещанием. Там осталось просто завершить подводящие сети. Это поставить трансформатор, либо уже трансформатор трансплантирован. И буквально в ближайший месяц у Луговой будет разрешиться. Сами сети завершены. Сами сети, строительство сетей уже завершено. По Ешельдах у кого есть информация? Кто прокомментирует в микрорайон, пишут, что проблемы с дорогами, в принципе, традиционные. Еще раз повторюсь, уровень строительства дорог, места компактного проживания самый низкий среди всех других инженерных сооружений. Порядка 29% всего охват. Безусловно, все будет решаться, все будет решаться в плановом режиме. Не будет такого, что кто-то зашел в высокий кабинет и начал строительство. Нет. Мы сегодня каждый день практически занимаемся вопросом согласования инвестпаспортов. Все это на уровне Министерства экономики распланировано. И те суммы, которые заложены в бюджете 2021 года, будут реализованы на те объекты, которые планированы. Еще один очень ожидаемый объект — это полиэтнический центр культуры молодежи при Кипу имени Физиакуба. Там работы должны были завершиться давно. Я напомню, что объект еще не сдан. Какие работы там планируются? Работы планируются возобновить на этом объекте тоже весной текущего года. У нас, опять же, смертная документация находится в экспертизе. Планируем выйти из экспертизы в марте текущего года. Действительно, объект у нас остановился. У нас там был подрядчик с тройком тех, который реализовал ряд мероприятий, столкнулся с определенными сложностями. Не буду спешить в выводах о вине подрядчика, но она, безусловно, имеет место быть. Но, тем не менее, идут сейчас арбитражные процессы, по которым будут установлены все-таки, насколько они были виновны в том, что оказались недобросовестными поставщиками или все-таки это была стоимость недостаточная. Но на сегодня мы актуализируем стоимость стройки, возобновим строительство и будем максимально стараться до 2023 года этот объект завершить и ввести в эксплуатацию. Еще какие-то объекты? Это процесс. И сегодня есть все основания ожидать, что в 2022-2023 году данный объект должен быть введен в эксплуатацию. Объект на особым контроле, мы будем максимально стараться. А вот, уважаемые гости и телезрители, Сюрень, она может по праву считаться символом возрождения реабилитированных народов Крыма. Сейчас к нам постарается присоединиться наш корреспондент Султанья Стакаева. Селян, Олегам, расскажите, пожалуйста, на каком этапе там работы? Мы вас видим, пока не слышим. Алейкум, селям, студия. Сейчас на объекте активно ведутся работы. На территории уже возвышаются два храма, мечети и часовня. Также активно благоустраивают территорию. А совсем недавно привезли скульптуру, композицию «Моя последняя жизнь». О том, когда крымчане смогут прикоснуться к трагической истории крымско-катарского народа и разглядеть каждую деталь монумента, нам расскажет представитель подрядной организации Ильдар Яячек. Селям, Олег, 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 расскажите, на каком этапе строительства? Сколько человек работает сейчас на данный момент? И когда планируем сдать объект в эксплуатацию? Алейкум, селям. Сейчас на объекте работает порядком 30 человек. Работаем мы, в принципе, допоздна. В теплое время, с апреля месяца, март-апрель, планируем работать в две смены. В принципе, везде успеваем. Окончание полной сдачи у нас 21 год. Но мы очень стремимся и пытаемся закончить работы к 18 мая. Ведутся сейчас работы по благоустройству, по сетям, внутренней отделке здания. Также установка идет малых архитектурных форм, освещение. Активно на всех фронтах у нас расставлены люди, техники хватает. Также у нас творческие многие скульптуры производятся на заводах, сейчас на фабриках, там, где мы их заказываем. Ну и потихонечку поставки идут. Мы считаем, что мы активно движемся и успеем к 18 мая. А я напомню, что именно отсюда в 1944 году были вывезены более 75 тысяч крымских татар из Бахчисарая, Бахчисарайского района, Ялты и Севастополя. А мы очень надеемся, что 18 мая этого года мы достойно почтим память жертв депортации. Студия. Султанья Сахул, у нас, у вас ветрено, и работы идут, и мы видим. Все объекты, которые находятся в зоне внимания Государственного комитета по тем объектам, где мы являемся ответственными исполнителями, в том числе Сюрень, в еженедельном режиме мы производим выезды, отслеживаем ситуацию. Я хочу сказать, что Сюрень сегодня вселяет уверенность, что может так произойти, если это будет, там, конец апреля, завершены все работы, то, может быть, будет принято решение на уровне руководства республики о проведении траурных мероприятий на этой территории. Я думаю, это было бы очень символично. В конце нашей программы осталось буквально у нас немного времени. О ходе строительства главной соборной мечети. Вот все-таки, когда завершат там работы? Ну, это вопрос такой очень животрепещущий. Вы знаете, что этот объект строится за внебюджетный ресурс, что оно строится на пожертвования меценатов, и степень готовности данного объекта очень высокая, порядка 80%. Я знаю, что там и сегодня практически завершены работы по гостевому домику и административному корпусу, выполнены элементы благоустройства, выполнены элементы, часть элементов отделки, фасада и внутреннее убранство. Но для завершения этого большого объекта, знакового объекта, требуются еще значительные капиталложения. Очень значительные, я даже не буду называть порядок цифр. Всего работ осталось на 5-6 месяцев. При условии стабильного финансирования, при условии, что те или иные специалисты смогут приступить к работе после выполнения предшествующих работ. То есть, понимаете, да, что есть специфические работы, которые могут выполнить эксклюзивные мастера. Они должны дождаться, когда для них подготовят там площади, когда для них подготовят территорию. Еще там работа по благоустройству территории, вынос лэб с территории, мечети. Все эти работы необходимо выполнить. И, конечно, хотелось бы, чтобы это было в этом году. Но сроки пока сложно назвать. Сроки сегодня сложно назвать. И я хотел бы вселить уверенность, и мы недавно общались по этому поводу с муфтием Крыма и города Севастополя, о том, что храм построится, когда он построится. Храмы строятся на века. Я думаю, что торопить в этом вопросе нет никакого резона. Тем более, еще раз повторюсь, оно строится за внебюджетный ресурс. Чуть менее пяти минут у нас остается до конца эфира. Предлагаю прокомментировать итоги нашего голосования. Сейчас коллеги мне подскажут, какой у нас результат. Итак, более 74% наших телезрителей считают, что крымским татарам в Крыму обустроиться удалось. Остальные считают, что этого сделать не сумели. Вот такой результат. У нас получается 74 на 26. Давайте тезисно прокомментируем и подведем итоги нашей программы. Я хочу сказать, что как депутат Государственного Совета я получил карт-бланш этим голосованием. Вот эти 26% людей, которые, конечно же, требуют внимания, и их вопросы хотелось бы взять на учет. Если есть возможность у них, то пусть обращаются к нашим депутатам, которые работают в их районах, чтобы мы могли помочь и ускорить обустройство тех крымских татар, которые, и не только крымских татар, а других депортированных народов, которые не обеспечили себя еще тем или иным жильем или другим необходимым имуществом. Энвир Айдорович, вот как результат вам? Ну, абсолютно верно, мыслили. Здесь вот как раз-таки та боль, которая есть у людей, которые не смогли пойти на работу из-за того, что не построили детский сад и вынуждены смотреть детей. Нет крова или нет дороги, нет газа, света, воды. То есть та проблема, которая у людей еще осталась в душе, вот она как раз-таки в этих процентах отражается. Я думаю, что буквально год-два, и этот процент будет намного выше тех, которые довольны тому, что они сегодня живут в Крыму и обустроены в Крыму. Ну, я думаю, что эти цифры характеризуют то, что сделано очень много. Но еще много надо сделать для того, чтобы можно было охватить каждого живущего в местах компактного проживания, каждого жителя Крыма соответствующей инфраструктурой, для того, чтобы мы могли в полной мере осознавать, что мы живем в современном цивилизованном мире. Для этого надо еще много работать. Я очень надеюсь, что в течение пяти-семи лет при ближайших очередь на жилье будет ликвидирована, и вся инфраструктура и места компактного проживания будут завершены строительством и будут эксплуатироваться в полной мере. В строительной отрасли буквально недавно относительно Республики Крым появился новый термин. Он появился в Москве. Называют строительство агрессивным. Я соглашусь с этим термином. Действительно, мы на следующий день видим агрессивные темпы строительства. Эти темпы усиливаются. И те 26% людей, которые ожидают все-таки результатов, они обязательно эти результаты увидят уже к концу этого года. Спасибо, уважаемые гости, Сауловна, за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо, уважаемые телезрители, за вашу активность. Это было ток-шоу «Без обмана». Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Бузыли Оланс. Продолжение следует...